ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У жителей села Кахиб скудные возможности приобщения к ценностям мировой литературы. Единственная библиотека в селе на грани закрытия. Махачкалинская свадьба отравила более 20 человек. Почему торжество обернулось недугом в одном из городских банкетных залов, расскажем сегодня в выпуске. Четвертый международный межрелигиозный молодежный форум продолжает свою деятельность на территории Дагестана. Сегодня в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошла панельная дискуссия на тему благонравия и умное делание пути к духовному совершенству. В ходе обсуждений представители конфессии искали пути решения общих проблем и методы борьбы с негативными явлениями в обществе. Вот уже четвертый год межрелигиозный форум объединяет за одним столом представители основных конфессий нашей страны. У всех разное вероисповедание, но у всех общие проблемы и общие задачи. Форум является площадкой для межрелигиозного диалога, цель которого объединить усилия представителей разных конфессий в борьбе против негативных явлений в обществе. Обмен опытом и узнавать мнение, метод борьбы против экстремизма, терроризма и так далее, и налаживание, как говорится, правильного, позитивного диалога между людьми разных конфессий, это если вот таком масштабно, если не строить, то продуктивный какой-то итог не получается. Непременно этот форум пронесет плоды, и как вот говорили многие участники этого форума, действительно нужно практически реализовывать то, о чем здесь говорится. Я надеюсь, что это исполнится. Благонравие – эта тема затронута не случайно, ведь именно это качество, по словам участников форума, и уберегает людей от попадания в ряды радикалистов. В ходе мероприятия участники форума обсудили книгу Муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Фанди, «Благонравие праведников». Представители разных конфессий отмечают благотворное влияние книги на людей, и то, что любой читающий ее может исправить свой нрав в лучшую сторону. Я эту книгу получил вчера, вот после первого дня участия на форуме, и вчера же вечером я ее так вот пролистал, просмотрел. Меня порадовала эта книга, потому что там я увидел много схожего в плане каких-то общих моральных принципов и аскетических даже принципов, которые есть, можно найти, в мусульманстве. Они оказались озвученными христианству. То есть я думаю, что книга будет очень интересна тем, кто интересуется межрелигиозным диалогом. Я считаю, что это самый такой большой подарок в моей жизни, когда я встретил человека другой религиозной школы, но мыслящей абсолютно одинаково. Это подтверждает одно главное правило нашей духовного практики и совершенства, что дух творит в себе формы, и дух же есть устремление души. То есть вот куда ты устремлен, такого ты духа и будешь. Книга, которая вот сегодня тоже обсуждалась на форуме «Благонравие», она должна быть настольной книгой каждого молодого человека. Там как раз таки сформулированы основные принципы взаимодействия между представителями разных конфессий на основе взаимоуважения религии, на основе понимания сути религии. По словам организатора, форум ориентирован на формирование и укрепление у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, а также воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона. В первую очередь, это мероприятие проводится для того, чтобы воспитывать молодых людей культуру межкомиссионального и международного общения, чтобы они познавали друг друга, чтобы молодые получили возможность раскрыть себя. Это площадка для общения для молодежи. Молодежный межрелигиозный форум – это ежегодное мероприятие, в котором участвуют гости из всех уголков России. В ее рамках проводятся пленарные заседания и дискуссии, беседы со специалистами в религиозных науках, посещение музеев, центров библиотек, памятников архитектуры и многое другое. После посещения свадьбы в Махачкале отравились более 20 человек. Как сообщает Роспотребнадзор по Дагестану, пострадавшие госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней имени Магомедова. В связи с этим ведомство совершило обход по месту происшествия. Все произошло в банкетном зале «Розовый фламинго». По данным медицинского расследования, все заболевшие употребляли кулинарные изделия из курицы. В ходе обхода на пищеблоке банкетного зала были выявлены грубые нарушения требований к приему и хранению продукции. В связи с этим ведомство требует закрытия банкетного зала. В управлении Роспотребнадзора поступила информация о групповом поступлении в Республиканский инфекционный центр больных с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция. В 23 часа количество госпитализированных составило 19 человек, в том числе детей четверо. Причиной вспышки явилось употребление кулинарных изделий из курицы, куриного рулета, на свадьбе, которая состоялась в банкетном зале «Розовый фламинго». В ходе проведения оперативных мероприятий в банкетном зале «Розовый фламинго» выявлены множественные нарушения санитарного законодательства. В Тлеоретинском районе горит лес. Такая информация поступила в МЧС по Республике Дагестан накануне в 17.30. Общая площадь горения составила 3 гектара. От очага возгорания до населенного пункта села Анада – 1,5 километра. Пожар длился всю ночь, а утром сегодняшнего дня силы МЧС возобновили тушение. Замедленный процесс борьбы с пожаром связан с труднодоступностью для спецтехники местности. На данный момент огонь ликвидирован. Всего к пожаротушению привлекалось 61 человек и 7 единиц техники. В том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 33 человека и 6 единиц техники. Международный саммит Каспии 2017 продолжает свою работу. Четвертый день участники находятся в отеле «Сарыкум» и активизируют сотрудничество молодежных организаций. С какими целями и идеями приехали участники из самых разных субъектов Российской Федерации смотрите в сюжете моих коллег. Презентация 10 проектов. Сегодняшний день особенно запомнится участникам, ведь каждому из них предстояло сплотиться и защитить общую идею. Ребята разделили по 10 направлениям. Особое внимание уделялось теме окружающей среды, учитывая, что текущий год признан годом экологии. Участники подготовили актуальные проекты, исходя из специфики и проблем своего региона. У нас в 2010-2012 годах сгорелы огромные гектары, более 6,5 тысяч лесов. И сейчас мы с более 50 тысяч волонтерами будем сажать деревья, восстанавливать лес. Уже более чем 7 лет происходит посадка маленьких лесов, а это будет более такая обширная массовая посадка. Это поможет сразу же очистить воздух, волга будет очищаться от забрязнений. И много-много других факторов, которые также были презентованы. Делегация из Азербайджана приехала в составе трех человек. И все трое для того, чтобы закрепить союз молодежных организаций с соседними субъектами. Приезжают ребята уже не первый год. Сюда нас пригласили приехать, участвовать на форуме, защищать страну. Представлять страну достойно. Представлять союз молодежных студенческих организаций Азербайджана. Мы это сделали на высоком уровне. Организация прошла также на высоком уровне. Мы очень довольны, нам все понравилось. Спасибо большое. Все эти дни были полны, насыщены работы, конференции. Мы довольны. Да, мы очень сильно довольны. Расскажи о соглашении. Те проекты, которые мы рассказали, те проекты, которые реализовала наша организация, очень многих заинтересовали. Поэтому многие горели желанием подписать с нами соглашение о сотрудничестве. После образовательной части участники заключают соглашение о дальнейшем сотрудничестве. После их ждет альтернативная площадка, а также выездные мероприятия. Так, вчера они отправились на уникальный песчаный бархан Сарыкум. Для меня было это нечто. Такое ощущение, когда я переместился вообще в другую страну, а побывал где-то абсолютно в другом месте. И вы знаете, вот этот резкий переход от обычной горной местности сразу в пустыню переместился. Арт-дирекция саммита, в свою очередь, по завершению каждого дня, готовит для ребят развлекательные мероприятия. Мы пригласили вокалистов команды КВН-сборной Дагестана Шахбана Гасанова. Мы попытались сделать а-ля светский раут. Я думаю, у нас он удался. Дресс-код «Все дела». 25-го числа планируется сделать вечер юмора в стиле камеди. В общем, каждое мероприятие, к которому мы подходим, мы пытаемся его по максимуму сделать интересно взрослым. Чтобы не было каких-то отсылок в студенчество. Чтобы ребята понимали, что впереди ждут на самом деле вот такого рода мероприятия, такого рода слеты, сессии и так далее и так далее. Напомним, что Каспий раньше был форумом, но в этом году официально получил статус саммита, так как здесь присутствуют представители более 30 субъектов Российской Федерации. Вот и четвертый день саммита подходит к концу. Прямо сейчас на этих автобусах участники из разных субъектов Российской Федерации отправляются на песчаный пляж вдохнуть воздух Каспийского моря. Ведь уже завтра состоится официальное закрытие саммита. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, Кумтаркалинский район. Кахибская сельская библиотека остро нуждается в обновлении книжного фонда. После подтопления фонд сократился более чем на тысячу книг. Сейчас аульчане собственными силами стараются помочь учреждению. Однако, по словам школьников, без помощи спонсоров и государства им не обойтись. Сможет ли библиотека в преддверии учебного года обеспечить потребности школьников, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Книжных магазинов здесь нет. Муниципальная библиотека – единственное учреждение в селе, предоставляющее бесплатное пользование печатными изданиями. Практически культурный центр. Однако у местных жителей весьма скудные возможности для приобщения к ценностям мировой литературы. По словам Ирой Ганат Магомеда Саидова, который является и библиотекарем, и учителем, и краеведом в одном лице, получать новые знания люди теперь могут только из четырех тысяч изданий. Скоро 1 сентября учреждению не хватает книг на аварском языке детской и художественной литературы. По словам читателей, пользуются спросом именно авторы Дагестана. Такие, как Гарри Прасулов, эта книга узденал на аварском языке, она о богатых и бедных, а также о справедливости к друг другу. Из 600 сельчан 300 являются постоянными читателями. Каждый из них мечтает о том, чтобы библиотека была оснащена современной техникой и обеспечивала доступ к сети интернет. Однако все это в далекой перспективе. Хотелось бы, конечно, чтобы наша библиотека была побольше, и чтобы книг была побольше, чтобы государство как-то помогло, чтобы или там спонсоры какие-то нам помогли. Отметим, что и райганат Магомед Саидова собирает и предметы домашнего быта. Спустя многие годы количество экспонатов, их более 200, позволило открыть музей при библиотеке. Теперь кахибские юноши и девушки могут рассмотреть пройденный путь своих предков, прикоснувшись к наследию минувших эпох. К библиотекам, к музеям сейчас в данное время не такой уже подход. Но мы стараемся своими силами. Все, что здесь сделано, сделано своими силами, силами читателей. Хочется что-то новое сделать, для детей что-то новое сделать, чтобы было хорошо все. Жители горных районов Дагестана хотят иметь необходимые условия для того, чтобы развивать свой интеллектуальный потенциал и реализовывать творческие способности. Ларьяна Шимхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Кахиб, Шамильский район. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. 29 августа будет выпущена почтовая марка, посвященная дагестанской поэтессе Фазу Алиевой. На ней будет изображен портрет поэтессы на фоне письменного стола и знак ордена святого апостола Андрея Первозванного. Номинал марки составит 27 рублей, тираж – более 200 тысяч штук. Махачкалинским улицам могут вернуть старые названия. Проседатель парламента республики Хизриших Саидов выступил с официальным обращением к властям Махачкалы. По его словам, сегодня настало время, когда необходимо восстановить историческую справедливость и вернуть старые названия. Это веление времени и удобства для горожан, говорится в тексте обращения. В Дагестане две девушки избили несовершеннолетнюю и отобрали телефон. Инцидент произошел в махачкалинском поселке Кривая Балка. Избитой девочке 14 лет. Подозреваемые продали отобранный телефон за полтора тысяч рублей и потратили эти деньги по своему усмотрению. Против них возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Жители Махачкалы пожаловались Общероссийскому народному фронту на вырубку деревьев во дворе одного из домов по проспекту Гамидова. По словам местных жителей, участок двора очистили от деревьев, чтобы построить там автомобильную парковку. Как отмечают жители, за четыре дня вырубили всю переднюю часть двора. Бюро Объединенного мира борьбы утвердило проведение чемпионата Европы в следующем году в Каспийске. Об этом официально стало известно сегодня на заседании коллегии в Париже. Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили цитирует информагентство ТАСС. «Сегодня на заседании исполкома United World Wrestling было принято очень важное для нас решение. В качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск», — рассказал Мамиашвили. «Я поздравляю всех наших болельщиков с славной традициями спортивной борьбы Дагестан и весь наш Северный Кавказ. Для нас проведение этого турнира — колоссальная ответственность». Отметим, что у нашей республики уже есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2011 году Каспийский дворец спорта имени Али Алиева принимал Кубок мира по вольной борьбе, а в 2015 — чемпионат России. Кроме того, в Дагестане ежегодно проводится несколько международных турниров. Добавим, что наряду с Дагестаном на проведение чемпионата Европы претендовала Румыния. Соревнования намечены на март 2018 года. Пять спортсменов представят сборную Дагестана на чемпионате России по стрельбе из лука. Соревнования пройдут с 25 по 29 августа в Псковской области. Дагестанскую команду на чемпионате страны представят махачкалинцы Саид Магомедов, Мурад Ахмедов, Шамиль Гебедов, Магомед Ариф Мирзаев и Умужат Муртузалиева. Всего участниками главного внутреннего старта для российских лучников станут свыше 200 спортсменов. Они будут соревноваться в стрельбе из блочного и классического лука. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 59 рублей 13 копеек. Евро 69 рублей 74 копейки. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова